На процедуре сдачи единого госэкзамена для родителей все по-настоящему. Каждого досматривают с помощью металлодетектора. С собой можно пронести только черную гелевую ручку и паспорт. В коридорах стоят глушилки. Любой экзамен – это всегда стресс. Я представляю, какой стресс испытывают дети. И учитывая, что у меня двое детей, двое сыновей, которым еще предстоит сдавать ЕГЭ, я хочу показать им пример, провести так называемую солидарность для того, чтобы на себе ощутить, каково это сдать этот экзамен, рассказать им об этом и тем самым поддержать их в будущем. Акция помогает взрослым понять процедуру экзамена, увидеть ее объективность. Каждый экзаменационный материал строго запечатан и не может быть открыт заранее. Что с собой представляет экзаменационный материал? Тестовые материалы для родителей упрощены. Вместо 27 всего три задания, два вопроса и сочинения. На их выполнение отводится полчаса. Конечно, это краткая версия, поскольку сам экзамен длится почти четыре часа. Здесь будет отведено гораздо меньше времени, но уловить суть контрольно-измерительных материалов, пройти саму процедуру, оценить атмосферу на экзамене – все это родители смогут сделать. Акция проходит уже в пятый раз. В этом году, помимо Петрозаводска, где зарегистрировался 21 человек, еще в семи районах республики родители попробуют свои силы на экзамене по русскому языку. Вчера вечером вместе с сыном я вспоминал определенные правила, причастные и непричастные обороты, фразеологизмы, как пишется не с глаголами и так далее. Поэтому немножко готовился, конечно. Ну и как на настоящем экзамене, нашу съемочную группу попросили выйти, как только начали распечатывать конверты с заданием. Результаты экзамена придут каждому родителю на личную почту буквально через пару дней. Татьяна Калеева, Александр Борисов, Служба новостей.